Ребята, всем приветик! Суббота! У меня законный выходной. Ну, херочки! Херочки-то там! Сижу уже в другом магазине. Да подружка попросила. Поехала за... с дочкой за новогодними подарками. Попросила посидеть. Вот пришла до пяти часов до закрытия. Хочу вам показать. Пока я к ней шла, что я себе опять купила. Купила себе... Вот полюбила бижутерию. Я, кстати, тут никакой не наряжалась. Думаю, ай, уже сил нету. Уже хочется по-быстрому домой, поэтому так... Можно сказать... Без нарядов. Короче, сейчас достану, покажу вам, какие серьги я сегодня купила. Короче, я сейчас одену и покажу. Короче, ребята, вот такие длинные серёжки. Это белый бисер. Такой, переливающийся. Но... Такое плохое освещение в магазине, что очень плохо видно. Но мне очень нравится. Я полюбила бижутерию ужасную. Полюбила вот эти длинные серьги. В общем, вот такие вот. Вот это всё переливается. И эти сами переливаются. Но с таким освещением просто ничего не вижу. У меня прям ни выходных, ни проходных. Я ничего дома не успеваю. Вся в делах, вся в делах. Ну, с одной стороны, знаете, это так приятная такая вот занятость, да? Приятно же себя чувствовать нужное обществу, людям. Почему не помочь? Ну, поехала у меня подруга в Серов погулять, посмотреть, что там по магазинам, подарки на Новый год выбрать. Почему нет? Ой, Господи. В общем, как-то так. Ох, какая женщина с каким тройным подбородком. Ой, ребята. На расстоянии отсяду, чтобы не так шокировать вас. Ну, как вам, Серёжки? Мне очень нравится. Очень нравится. Ну, конечно, не с этим старым платьем. Завтра, ребята, я еду на маникюрчик. Не могу ещё придумать, какой. Завтра в 2 часа дня. Завтра вообще планы. Нет, планы рассказывать нельзя, а то не сбудутся. План у меня завтра на наполеоновский. Уже два ногтя сломано. Вчера на работе ногти сломала вот этот вот. Товар принимала. Игрушек столько много. Устала, как собака. Пришла прям вообще, пришла и прям вот легла, рухнула. Ой, Господи. Это, видать, всё с непривычки. Всё с непривычки. Привыкла дома на диване лежать? А тут, знаете, хер из-под кровати. И весь день надо ходить. Дефилировать. Вот продаю теперь лифчики, трусы, колготки. Чё ещё? Платья всякие нарядные. Вечерние в основном здесь вот в следующем зале. Сувенирчики новогодние вот такого плана. Деревянные всевозможные. Всякие тут бычки. В общем, у всего понемножку. Полный магазин. Ну, народу, можно сказать, нет вообще. Два человека зашли и ушли. В игрушечном детском мире хоть, знаете, хоть игрушки. Вчера так хватали игрушки. Прям по-сумасшедшему. Тысяча двести машинка. Вот две машинки. Три лего. Прям вот. Хватали. С ума сойти как. Ну, чё делать? Праздники же новогодние. Я вот сейчас тоже снохе на Новый год купила пижамку. Показывать не буду. А то ещё увидят в интернете. Второй снохе купила. Тоже очень симпатичную вещь. Говорить не буду, потому что на сто процентов моё видео посмотрит. Чтоб не догадалась. А что делать? Себе, любимой, ничего. Да мне ничего и не надо. Мне самое главное, знаете, было бы здоровье, чтоб видеть, как дети растут, как внуки растут. А у меня и так всё, как в Греции. О, всё есть. Суммы, по секрету скажу. Ещё снова отложила сумочку. В понедельник или во вторник, не помню, когда Костян там пораньше освободится, сходит мне её выкупить. Вот так вот. И среднему сыну со снохой, с Катей, на Новый год заказала в спорттоварах, заказала им штангу, там всякие утяжелители, резинки. Ну, они у меня, можно сказать, спортсмейны, всё время занимаются. Катя качается, Ромка всё бегает тоже. Вот за что попросили, то и заказала. Уже всё мне привезли в спорттоварах, уже надо идти выкупать, только нет времени. Ну, это я попрошу Юрку на машине, потому что, что это я руками-то буду всё таскать. Петрович работает на северах где-то. Короче, все в делах. Ну, Серёжечки огонь. Я прям люблю длинные сирьки. До ужаса. Ну, конечно, если красивое платье одеть, а вы видите, вот все переливаются, только ни хера не видят. Так что вот. Короче, ладно, всё не буду занимать и ваше время, и своё. Мне надо ещё залезть в интернет, выбрать на завтра маникюр. Придумать, какой маникюрчик я буду завтра делать. Всем пока. Всем удачки. Из дома выйду на связь. А, ещё жду Костяна. Сейчас Костян придёт. Тут вот рядышком, прямо через дорогу у нас тут можно шаверму заказать очень вкусную. И поэтому я прям вот жду, чтобы он мне заказал шавермочку. Может, я сниму мукбанг. Давно не снимала. Поболтать есть, о чём поговорить, поэтому запросто. Так что вот как-то так. Усё. Усё. Всем пока. И поэтому там у нас одни в основном приходят дети с родителями. Вот. Утого продажа здесь стоили. Кого? Моя сыночка. Ага. Елисей вот пришёл ко мне в гости в магазин поторговать. Он говорит, я хочу обслужить какого-нибудь клиента. Я говорю, ну тут клиенты в основном тётеньки, потому что такой товар, видишь, для тётенек шапки, платья. Такой магазин кофты, вечерние платья. Такой большой. Пахнет клеем. Пахнет клеем? Да, вроде клеем. Такие вот у нас продаются здесь. Дома. Добы. Ой. Ой-ёй-ёй. Ой-ой-ой-ой. Ай. Это как будто в радость. Это насколько... Сувениры новогодние. Ой. Елисей, можешь мне вон ту бумажку зелёную подать? А то отлетела. Одна вот на этот домик надо прилепить её. А то у нас отлетела. О, Елисей, ты уже скоро меня по росту догонишь. Смотри, какой большой. Уже мне до плеча. Угоя не увезёт такие саники. А Костян у нас пошёл за шавермами наконец-таки. Вот такие новогодние симпатичные полотенчики сувенирные. отчинома хорошие. Отчинома. ху-ху-ху-ху. В общем, как-то так. Я, кстати, на работе даже начала хуреть. Елисей, я похудела на 4 килограмма. Видите, как уже самой так нравится. Не могу. продавец продавец у нас немножко устал, решил перекусить. Пока клиентов ждёт, решил немножко перекусить. Кушает. Как он называется? Хот-дог. Что-то я даже забыла. А на улице уже он потемнело. Потемнело скоро вечер. А куда у тебя родители-то ушли, Елисей? Не, не просто по делам. А? Понятно. Вот подоезд все сижу. Так, ну что, поехали. Пятёрочка. Занесла меня туда нелёгкая. 50 таблеток финиш для посудомойки. Значит, они 900 рублей по карте пятёрочка. И минус сегодня 25% скидка. Короче, что-то 600 с чем-то рублей. Ну, 700. 169. Чай. Тесс любит Костян. Дальше венский хлеб. Это мой с изюмом. Чиабату мы любим у всех. Бутербродики жареные. Дальше это мини. это снова мини. Опять мини. И опять мини. Это лайм. Лайм обыкновенный. Я его тоже люблю с чаем. Дальше. Дальше поехали. Это значит, я купила голень. голень. Дырочку расковыряла, понюхала. Обязательно в магазине. Это я хочу сварить борщ. Айди-куйди. Значит, дальше три упаковочки по полкило печени куриной. Это я сделаю, так сказать, потусу печеночку с чем-нибудь. так дальше снова мини. Снова мини. И опять мини. Люблю только грязную морковку. Мне кажется, она вот настоящая, она какая-то сочная, чем вот эта вот мытая, розовая, какая-то непонятная. Вот люблю грязную морковку. Знаете, мне помыть не впадло. Ничего страшного, не развалюсь. Так, ну, по этому пакету все. Следующий пакет снова мини. Вы не поверите, розовые помидоры, пусть они дорогие, но они так пахнут, они прям настоящие. Я только розовые помидоры ем. Ну, если никаких нет, то, конечно, я и простые сожру, помидоры люблю, но стараюсь есть розовые. Так, я говорила, у нас сегодня в пятерочке акция на все рыльно-мыльно 25%, поэтому я взяла силитбэнк раз, силитбэнк, я только и мою унитаз, раковину в туалете, два, и силитбэнк три. Короче, три силитбэнка, почем они вышли, я не знаю. Пачка гречки, но это для собаки, он у нас любитель. Дальше улитки, не люблю вот эту вот форму я макарон, но что-то никаких не было. Два улитки, дальше приправа, приправа маги картошечка в сливочном соусе на пробу. Так, для солянки, вот это вот я использую приправу как будто бы соль, я уже сто раз показывала. Дальше приправа для макарон, карбонары, один огурчик взяла, огурцы какие-то мягкие, поэтому взяла один, чисто на салатик. Так, еще девочки, мальчики, приправа для сочного шашлыка маги, приправа золотистого картофеля, все маги, люблю маги, приправа для крылышек, приправа для сочного мяса, еще одна, так, дальше что у нас тут, макфа, какие-то новогодние вот такие две упаковочки макфа, макфа по акции, что-то 40 с чем-то рублей пачка, и дальше самое главное, поехали, раз, два, три, четыре, так, две, четыре, шесть, девять, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, ох ты, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать три упаковки кошачьего корма. Ой, оптимать! Дальше продолжаем. И последнее. Это значит, как они называются? Самса. Три штучки самсы купила. И дальше. Аленка. Аленка. Разная. Аленка. 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 Щедрая душа. И щедрая душа. Короче, и пять шоколадок. Вот это вот все хозяйство вышло. Три шестьсот. Прикиньте, это еще и по акции. Это пиздец. Это капец.